так пойдем дальше спасибо а какие сорта вишни не взошли вовочные вроде беспроблемные Руковская штамбовая вовочная степная тоже не взошла и вовочная не взошла а или нет я не пойму о чем переписка ладно пропускаю Владимир Владимирович правильно почитайте там как раз мой прообраз в качестве помощника Луисенко вот такое пишение что нарушено прислал мне Луисенко роскошную книгу Макаров и все теперь покоя нет сегодня видел видео как обрезают сад при церкви жестко церковники они просто люди им тоже кто-то должен бить башку Бог создал идеальные деревья они плохо себя ведут только приезжают с юга на север они начинают приспосабливаться а вы их начинаете резать и церковники режут это страшно они просто такие же люди как обыватели как мы у них сама идея что божественное создание совершенны оставьте их в покое и церковь этого не знает и мы не знаем церковь не знает Валерий Константинович это та самая львиная нова которой вы говорите садоватый огородник агроном еще бы я не знал если я по его приглашению ездил в Челябинск Валерий Константинович вопрос а спасибо что уточнили Ирина Валерий Константинович вопрос о глубине посева косточных семечек не абрикосов а вишен яблони груш такой же самый символические прикопания все в природе семечки косточки падают на поверхность на поверхности и остаются редкий случай какое-нибудь копытное животное берет и своим копытом вдавливает землю слегка этим как бы прикапывает вот так бывает но в основном это те самые посевы природа она бы не старалась она бы здесь я бы все бы сделал и ей хватит а почему такое количество а почему каких-то семян тысяч почти миллионы да потому что шансов у них мало врагов много не успело это и упасть и уже жрут прямо с дерева эти самые плоды и так далее и так далее поэтому именно поэтому что природа вроде бы расточительна чтобы хотя бы что-то взошло а нам надо чтобы все взошло поэтому мы должны с одной стороны глубоко не закапывать чтобы их не сгноить штаммы не просто сгноить они вылезут только штаммы потом сгниют а с другой стороны не на поверхность потому что там у них очень много врагов и ненасти такой компромисс но про это мы уже говорили так секатор ага вот целевожка про секатор давайте глянем не дай бог если это тот самый секатор а вот они ножи здорово вот он мой который мне прислали сороговая ручка ух ты сороговая сейчас попробуем найти вот когда вот так да они по-моему не пишут с какой это заточка одной или двухсторонней вот вот и получается вот такой нож мне подарили вот вот этот нож ужасный нож ой не дай боже все конечно попробовать не мог а где здесь нож тот самый Зеленгер настоящий из Германии он стоит будет тысячи три-пять это я заранее вам говорю так что может сразу поищите нож который где он еще раз покажу который мне подарил этот сам Сапрон я что-то не вникаю вот это он миллион вот все ладно проехали мы это идем дальше куда мы идем так я кажется вылез оттуда сейчас по-новому буду залазить вина вот ага так где мы остановились тут Билла Иванова та самая так вот это секатор секатор ладно сами посмотрите Лобасов Леонид Смоленская область Деставорская Тесловенская область ну понятно для меня это юг Юрьева Зоя Воронеж сегодня проверяла семена и косочки песок не пересох все в норме только семечки культурные Сибирьки некоторые поклевываются ой рано закладывал ну я же сколько раз говорил так конечно рано я всем советую закладывать именно Сибирьки Ранетки Сибирьки именно марте успевают а конечно куда улица морозит снег теперь давайте опять в холод при ноле попробуйте продержать их при ноле чтобы дальше нет не сходили уважаемая Ирина вы видимо новичок как я не посмею рекомендовать вечер опять посмотреть все доступные видео от ВК там все несколько лет понадобится полторы тысячи фильмов и много чего вам станет ясно старификация все равно песок на глубину без разницы но под контролем а посадка только корешком вниз это если корешок уже вылез а то показывал недавно еще сам без гудонедель учат берет торцом стыкает и говорит вот так надо садить садится плашмя так семя доли сверху бочком чуть присыпать извините если не так говорю как вы надеюсь правильно написал без разницы абрикос или вишня падает бочком и садите бочком спасибо Андрей данный вечер только приступил к изучению дисков так что можно прививать на вишню волочную простую вишню черешню на вишню волочную я советую прививать только персик канигрыш это идеальный вариант у меня лучше получается на китайские сливы и на мажорский абрикос лучше получается но и на волочную вишню но там опять сразу плохо идет 2-3 поколения наша песня хороша вот а вишня волочная это двухметровый старый ну 2,5 метра разве можно вишню которая вырастает до высоты трехэтажного дома плевать на волосы конечно нет черешни тоже нет персик относительно можно если у самой земли с хитростями жирниц а виноградок пишет персик сливу да молодец что сливу добавил но это от безысходности да персик сливу но это безысходность если нет более лучших подвоем и фибова так что-то тут не по-русски 5,4,9 мне это не разгадать так нож у меня такой не жалею держит заточку хорошо удобен лежит удобно запоминайте нож вот его это самое данное которое приводит этот самый быстренько записывайте потому что Сергей плохому не научит вот вот этот нож записывайте это займет несколько секунд чтобы не гадать Наталья похоже телефон сломался бывает приобрел нож где ага такой же еще не привал но все зимы тренируется свежая побега заточку держит удобнее но если уже Селевошка добавил что именно этот нож хороший тогда все в порядке так теперь Селевошка пишет еще письмо подождем а куда спешить господи кого надо тот отключился хотя никто и не отключается тоже удивительно я боялся после того тех вопросов после Лысенко который вряд ли всем интересен что меня никто и слышать не будет нет все на месте так у меня тоже третий пишет что такое вот видите кстати они не мой хвалят штука у меня тут написано хае ле ц о нет я другой который мне подарили снова сережка пишет это не отключается перетеки уходной нож на картошке на одну сторону тоже ничего Ну, на то бы эти русские мы блоху подкуываем можем. Конечно, это самое, притащить кухонный нож. Но они обычно быстро, если кухонные старые еще на житье, они быстро тупеют. Современные кухонные ножи, они долго держат заточку. Ну, импортные, понятно, импортные. Так. Ну что, по-моему, больше никто ничего не пишет. Как раз прошло ровно час разговора. Так, друзья, ну что, подводим итоги. Значит, так. Оказывается, Ирина Александровна могут встретить в Москве, а я думаю, Диня переживает. Она моя духовная дочь. Есть люди, которым доверяются только потому, что знают, что ее никогда не предаст и камни запазы кидят. Так вот, это, по-моему, Ирина Александровна из этой породы. Теперь, значит, школа кемеровская, повторяю, специально готовлю для нее посылку. Но отправлю, когда полностью стропикацию пойдут. Нам неудачи, Тони, не нужны. Нам нужно, чтобы дети почувствовали себя волшебниками. Вот это два. Так, значит, семена продолжаю продавать, кушать-то хочется. Вот. И к тому же, не только мне. Это три черенки. Начинает сужаться количество. Вот. Все, больше резать не буду. Голденый. Чутью. Прощай. Вот. Эти самые. Жигулевская касалась сельских ветвий. Прощай. А это самые ценные сорта, какие есть только в России. Еще скоро хочется квинти, а это вообще суперсор. Он победил это самое. Даже канадскую мелбу. В общем, видите, что творится. А мне не то, что я тороплю, другие купят. Все равно сейчас через две-три недели начинается весеннее обострение. В хорошем смысле. Ну, сколько мне сидеть-то за этими самыми. Мне надо все-таки кончить. Дайте мне возможность хоть немножко в себя прийти. Вот. Поэтому я вас прошу, кто еще собирается заказать. А, самое обидное. Вот сейчас письмо. Жаль, не тренинг показать. Каждый год у вас не хватает, не получая это. Крупноплодных нету. Каждый год, когда я заказываю, уже нету. И говорит, пять лет. Ну, вспоминайте же. Вспоминайте ноябрь, декабрь. Косточки крупноплодные были. Были. Королевские были. Академики были. Вот. Черенки были. Еще неделю назад полный список был. Самый крупноплодный на все милости. Нет, человек опять только вот сейчас пришло письмо, а я опять опоздал. И главное, что они на меня А что будет в марте? А самое, я уже договорил, я уже разговаривался, но это очень важно, друзья. Это очень важно. В середине марта я начинаю впервые в своей жизни омоложение деревьев. Одно-два омолаживал, но это тренировался. Я буду секатором резать, то есть секатором эти, бензопилой нанимаю человека, опытный друг полтайги тут в Советской уничтожил. Вот. Приглашаю. Я буду вот такие все деревья, вот такой толщины, вот такой, 30-летний, 20-летний, я буду сильнейшую обрезку делать на омолаживание. Все. Вот. Мелочи, они надо столько, что эти козы девать некуда. Вот. А крупноплодных они уже не могут дать, потому что они уже это, берут количество. то есть мельчают. Не потому что испортились, сильно много. Вот. А мне нужно что? Мне нужно их омолодеть. Часть из них может даже погибнуть после страшнейшей кировичной операции. Вот. И на них будет десятки, сотни, сотни великолепных, не имеющих аналогов в мире регулятивных гибридов, веток, вот таких просто. Это уникальные случаи, это уникальная вещь. Да? А в этом времени их уже никто покупать не будет. Все. А если я буду высылать в апрель, они проснутся посылка. А сейчас не надо. Видите как? Я потом уничтожу богатство, я вынужден, их надо омолаживать, но это все бесконечно, бесполезно. Дальше они. Они только место занимают. Мне государство денег не дает. И место государство не дает. у соседа миллион семьсот. Я бы не предлагал Еленю Санг у которой нет миллион семьсот. Я бы сам бы купил, если бы не было эти миллион семьсот. Сам бы еще бы посадил Санг. Вы понимаете какая страшная вещь? Когда я же прошлой весной показывал веник этих персиков хасанских вот такой вот помните я вам показывал? Закончился по продаже, Сергей закончил прививку и вот столько ушло в это мусорный яму. Вот что такое. И вот это уничтожаем своими руками. А это нет хорошей жизни, не специально. Это жизнь заставляет так жить. Представляете? Только потому, что сейчас бы их уже уже февраль уже сейчас бы я отрезал. Конечно, деревья страдают, но уже не так, как в ноябре, перед начале зимы. вот поэтому вот такой длинный спич, извините. Все, друзья, давайте тут нам пожелание пришло. Так, пока я говорю. Ирина, до свидания. Андрей, до свидания. Вот. Видите, он уже с подружился. Так, Валерия, спасибо вам, спасибо за, спасибо. Вот, Андрея, вот, ну, чем хорошо, давайте, давайте жить дружно. Если секта, секта, ну, пусть она будет на сотни тысяч, на всю страну. Тогда мы перестанем быть сектой. Секта станет те, кто против нас. Вот. Ну, что, все? Опять не отпишет, не стыдно отключаться. Так. Раз пишет, не стыдно отключаться. Татьяна Берда. Не, ну, Татьяна, ну, вы волшебница. Вы хоть понимаете, что можно всю жизнь какая-то самая, копать, копаться, чтобы найти несколько золотинок и кое-как выжить, как наука. А можно вот так взять вот такой самородок, ваши эти два персика, это самородки, это невероятно, это вы сразу, вот понимаете, кто-то, да, действительно, кто-то там, это как сказать, вот кто-то лезет в гору на 7000 метров, лезет, лезет, рискует жизнью, а вот там уже труп, уже второй труп, а тут вдруг раз прилетает вертолет, сел на верхушку, на вершину. Вот это наш путь, сел вертолет, сразу раз, сел на вершине, и смотришь вниз, а там карабкаются, карабкаются, вот, а кто-то уже умер, он уже могилой, не закарабкался до 3000 метров, до 5000, а тут вы сидите, с вертолета вылезли, вот, значит, посмотрели вокруг, вот, кругом небо, все прекрасно, вот, и ничего не тратили, ни деньги огромные, ни силы, ни средства. Вот ведь что интересно-то, вот это вы, Татьяна, со своими персиками, которая, это, и трех, и внучок, ведь каким интересом трехлетний Ванька, это, помогал вам, вы же слышали это, вы слышали, в этом возрасте начинаются садоводы. Так, 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 а вот, смотрите, сильная обрезка при сокодвижении опасна, дерево может с соком мастись. Значит, давайте уточним, вопрос серьезный, мы еще, впереди весна, я стараюсь как-то придерживаться этого самого хронометража. Смотрите, я всегда говорю, обрезка, в самой ранней весной начале сокодвижения, а сокодвижение дается для заживления ран, когда же их делать? Только перед сокодвижением, вот это мы, поэтому мы с вами говорим об одном и том же, вот, но сильная обрезка, она опасна всегда, но особенно она опасна не весной, летом, осенью и зимой, весной из всех опасных обрезок она самая не опасная, вот так я считаю. Это мой опыт такой, тысячу резал, знаю. Так, пока в чат приуминаре посмотрим, что вырастет, обрезать будете в конце марта. Так, скорее всего в середине марта, в середине, ну, выберу, когда там потеплее, бывает 0, плюс, вот, потом, ну, где-то между морозами, марта у нас все зима, ну, выберу их, это, тоже, знаете, устал мерзнуть. Андрей, может, меня в ВК найти, фанам Вера Камеш-Курайская? Так, Владимир, друзья, коллеги, всем доброй ночи, новых встреч, благодарю за вашу работу. Александр Владимирович, вы обещали с вами не встретиться, Александр Владимирович, я уже не тянул за язык. Андрей, я пока навещок, попробую найти. Ну, согласитесь, от наших этих, наверное, польза есть. Главное, чтобы нас еще больше стало. Так, друзья, ну, на этот раз уже, по-моему, все. Пока никто не начал писать, я отключаюсь, время вышло, благодарю за внимание, надеюсь, встретимся мы с вами. Пожалуйста, рассылайте эти ролики, ведь никто не рассылает, у нас сколько было на это самое, да какой сколько было, самый первый вебинар, полторы тысячи просмотров, вот, самый последний, 620 что ли, ну, что это такое, куда мы идем, люди не знают, как спасать деревья, а вот тут кто-то кому-то посоветовал мои вебинары посмотреть, представляете, сколько смотреть надо, зимы не хватит, да и никто не собирается их смотреть, особенно, так, ну что, давайте прощаемся, встречаемся в следующем понедельник, Антон Валерьевич, спасибо за техническую работу, вот, значит, а, еще, и уже на следующем продолжить, когда ребята, начнут, ну, скажу пару слов, когда ваши, это, Тоня, ваши школьники вырастут, наконец, однолетние сеансы, вы их всем дадите задание, обшарить весь Кузбасс, во время августа и сентября, найти абрикосы, найти полносящие, найти груши, я бы несливый, есть они там, есть, и выключить, как угодно, какие-нибудь удостоверения им сделайте, что они не просто ребята, а особые ребята, что кто-то им поделился с ними косточками абрикосов, кто-то поделился веточкой сладкой груши, а вдруг в этом зайдет несколько тысяч семян, я же всех не обеспечу червиками, это, считайте, что это должно быть в программе, обшарить весь Кузбасс в поисках уже кузбасских, но прекрасных материалов, семечек, косточек и червиков, все, высказался, не, Александр Владимирович пишет, так, Александр Владимирович, это не я обещал смотреть, смотрите ли обещал, насколько я знаю, смотрите, живет лишь в короле, ладно, а, Антонина Скогарева пишет, а я сейчас только с ней как бы говорю, подожду, что она ответит, мы когда-нибудь расстанем, садимся сегодня, я уже прощался, а может это Сергей Александрович, Сергей Владимирович, Александр Владимирович, я могу путать, у меня памяти нет, четыре наркоза, три из них общих, и у меня слабо, не голова, именно память, голова работает, а память нет, так, значит, не он обещал встретить, смотри, а как вы все, с королем, Александр Николаевич, встретите, соведесь, ну, кто-то все-таки обещал, может быть, все-таки это, тогда Сергей Александрович, это меня память подвела, так, Антон, не насколье, все понятно, так, теперь Сергей Александрович пишет, посмотрю, Кудина пишет, вы сегодня спать собираетесь, Марина, у вас 12 ночи, первый час ночи, или второй, нет, первый, а, Сергей Александрович, это вы, все, нашелся крайний, так, ну, ладно, двое, буду ждать, я спокоен, я спокоен, все, друзья, если кто подкинет все деньжат на дорогу, это было бы неплохо, вот, никто бы не обиделся, а, моя идея, она даже до самого вебинара не знала об этом, а может и сейчас не знает, что я хочу немножко помочь деньгами, и вас прошу, 100 рублей, 200 рублей, пачка сигарет, ну, пока, друзья, все, а то опять что-то напишут, вот, до свидания,